Краской нужно наружу, потому что хороший, качественный акрил, из-за чего как раз я люблю акрил. По много-много-много причин, но в том числе, что акрил дает хорошую, эластичную пленку. Поэтому, когда вы скручиваете, вы обязательно скручиваете таким образом, чтобы красочная поверхность была наружу, потому что там больше вот это вот натяжение идет, потому что если вы будете внутрь, то вы как бы скомкиваете эту акриловую пленочку, а если вы наружу, вы ее как бы натягиваете, а натягивается она как раз хорошо. И, кстати, хочу еще сказать, что если, например, вы пересылаете несколько картин, или, например, храните картины в рулоне, пересылаете картины в рулоне, или просто перевозите картины в рулоне, в общем, в любом случае, ваша задача, что у вас один как бы рулон, да, и несколько картин. Какие тут могут быть рекомендации? Первое. Обязательно внутрь вставляйте какую-то трубку. Вот. Это может быть или какая-то совсем тонкая трубка, если это одна картина. У меня был даже случай, когда я на очень-очень тонкую трубочку накручивала акрил. Понятно, что лучше, если эта трубочка чуть-чуть пошире, ну, например, там диаметр, там, не знаю, там 5-6 сантиметров, это очень хорошо. Там, где эти трубочки можно взять, иногда эти трубки, раньше я, знаете, где брала, вот есть такие места, где печатают принты на холстах. Вот. И вот эти холсты для принтов, они похожи на обычные холсты, но там, конечно, какая-то другая технология, там другие грунты, да, именно для печати предназначены. Но вот сами эти холсты в рулонах, они обычно очень длинные, и они наматываются на такие вот как бы узенькие трубочки, где-то там чуть ли не полтора метра. И я просто как в свое время была какая-то, я нашла такую контору недалеко от моего дома, и поскольку этот мужик, который там работал, я говорю, вы же эти трубки все равно выбрасываете. Он говорит, да, выбрасываем. И мы просто ходили к нему, и там раз в два дня мой помощник ходил к нему и забирал вот эти вот все трубочки, мы их потом напиливали, их можно пилить обычной пилой, напиливать под размер. Вот, какие тут рекомендации? Значит, первое, внутрь вставляем трубку. Даже это намного важнее, чем трубка снаружи. То есть у меня даже были случаи, когда мне нужно было переслать несколько картин в рулонах за границу, но у меня не было вот этого вот тубуса, защитного тубуса. И я просто брала трубку, накручивала картины, сверху какие-то пленки, пупырки, и вот это все и таким образом отправляла. Да, то есть намного важнее, чтобы внутри была вот эта вот трубочка, потому что именно она защищает от сломленности, продавленности. Если у вас есть трубочка и внутрь, и какой-то тубус сверху, вообще идеальный вариант. Это первое. Второе, обязательно следите за тем, чтобы трубка внутренняя была, естественно, шире, чем сама картина. То есть вы как бы разворачиваете вот эти края, которые на загибы идут, вы их расправляете, закручиваете картину, как я уже говорила, краской сверху. Вот, но трубочка торчит, чтобы там не было, это все не заламывалось. Вот, и третье, если вам нужно несколько картин, то начинать нужно всегда с самой большой. Это, я думаю, понятно, но на всякий случай озвучу это, да. То есть сначала самую большую, потом поменьше, 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 поменьше. Вот таким вот образом накручиваете, потому что если вы сделаете наоборот, то верхняя картина, она будет немножечко заминаться. Все, это вот такие рекомендации по тому, как упаковывать картины в рулонах. И таким образом я, кстати, и храню картины очень часто в рулонах. Они у меня иногда годами стоят, по 10 лет стоят, потому что это очень сильно экономит место.